Добрый день, дорогие друзья! Точнее, добрый вечер! Солнце заходит уже, и я приглашаю вас на прогулку. Посмотрите, какое всё красивое, золотое, золотая осень. Город семей Семипалатинск. И мы с вами, дорогие друзья, сейчас в 2019 году будем гулять по набережной. А я буду вспоминать 1995 год, ужасы, которые происходили в те годы. Дорогие друзья, я в предыдущем видео рассказывала о том, как мы с моей коллегой потеряли работу, нас сократили, нашли повод, и мы оказались на улице. И, дорогие друзья, я вместе с подругой, с приятельницей, с коллегой искали работу, она по специальности не нашла, и стала продавать подсолнечное масло на рынке. А я не смогла устроиться там, потому что я не пришла вовремя, и потеряла эти вакансии. И я тоже искала место, и удалось мне найти это только с ноября 1994 года по май 1995 года. Вот в этот период я занята была поисками. Не удивляйтесь, что это очень большой срок. Представьте, что весь город, все заводы были закрыты. Заводы крупные все закрыты были. Народ, трудящиеся были безработные. И коллеги мои, бухгалтеры, находились в таком же положении, как и я. У меня было много конкурентов, у них было тоже, и в моем лице я тоже была конкурентом. И если нам давали какие-то адреса, бюро по трудоустройству, то мы приходили, когда я или кто-то, в общем, уже я, когда, например, приходила за себя, говорю, вакансии были заняты. Одна вакансия и человек 20, например, конкурсантов, как у нас, кандидатов на эту должность. И все. Вот так все продолжалось, продолжалось. И я в мае нашла работу, устроилась, все было замечательно. Но я сейчас хочу рассказать о другом периоде, об этом периоде, о мытарствах. Сначала было все замечательно, когда я начинала сидеть дома. Ну, я искала, какие-то были запасы небольшие, потом они иссякли. И мне пришлось по адресам уже не ездить, а ходить пешком. Знаете, многочасовые были походы, я и поэтому не успевала, потому что пока пешком дойдешь, уже все, там кто-то побывал. И так и продолжалось. Дома, конечно, были продукты заготовлены с лета, там, картофель, муку раньше мешками, по 50 килограмм мешки покупали, сахар. Ну, в общем, какие-то были продукты, и все это, из этого готовились. И вот наступает уже январь, февраль. Я не работаю, доходов нет. У мамы пенсия с января не выплачивают, февраль не выплачивают пенсию. У дочки пенсия по утере кормильца тоже нет выплат. Заканчиваются продукты. В общем, вот бывает, заканчивается многое, все, кроме картофеля. Муки немножко. И знаете, я вот в эти годы научилась очень многому из очень простых продуктов готовить вкусные блюда. Может быть, они нам казались вкусными. Но я иногда сейчас так тоже готовлю. Я могу приготовить вкусное что-нибудь без яиц, без молока, без этих масла сливочного. Вот как в советское время все сдобное было. Из очень простого-простого я готовлю съедобные, очень вполне вкусные вещи. И тогда мне удавалось тоже это все делать. Но продукты заканчивались. И шансов никаких не было, кроме одного. Был один шанс. Завод мне не выплатил зарплату. И я ездила периодически, требовала зарплату свою вернуть. Но завод был закрыт. И вдруг кто-то или в суд подал, или банкротство они сами объявили. Но банк взял на контроль. Банк, налоговая, в общем, взяли на контроль завод. И все средства, которые поступали от выручки, от продажи продукции, они были, шли на выплату заработной платы прежде всего уволенным сотрудникам. И я была в этих списках. Я приезжала, но, к сожалению, оказывалось, что мои деньги кто-то получал. И я приезжала рано к открытию кассы, и мне тут же объявляли, что деньги мои получены. И вот в один из таких приездов я, уже когда критическое состояние финансовое в нашей семье наступило, и оно было у многих, пенсии же не выплачивали, задерживали. И тогда я решила пойти к директору. Я пришла к директору завода. В приемной было множество женщин, которые были, посещали, посетили его с такими же аналогичными требованиями, просьбами, как и я. Вот они заходили, выходили, ну, более или менее спокойно. И вот я захожу, открыла дверь, вошла в кабинет, такой длинный стол, там директор вдали. А он меня так хорошо знал, я же была старший бухгалтер, здоровался раньше всегда. И он мне кричит, грубо, в форме, выйдите отсюда, закройте дверь, денег нет, зарплаты не будет. Ну, а я, знаете, так это была ошарашена, но подошла к столу, как стукну по столу кулаком, и закричала. Какое вы имеете право мне так говорить? Выплатите мою зарплату, я приезжаю не первый раз, я в списках, в ведомостях этих есть. Кому вы выдаёте мою зарплату? Отдайте, я не уйду сейчас отсюда. Отдайте, я всё равно добьюсь. Куда вы, объясните, где мои деньги? Кто выдаёт, вы в курсе или нет? Он начал объяснять, что выдают в первую очередь тем, кто работает семьями, уволился. А вы имеете средства к существованию у вас. Мама, пенсионерка, видите, вот они всё знали по спискам. И дочь у вас пенсию получает. Вы можете обойтись без этого дохода? Я говорю, как я могу обойтись без этого дохода? Вы о чём говорите? Пенсии не платят. Мать больная, пенсионерка. Пенсия даже малюсенькая. От тысячи тенге. У дочки там тоже смешная пенсия. Да и её и нет этих денег. Я бы к вам не пришла. С работой сложная. Весь город тут безработный. Отдайте мои деньги. Я кричала. Он мне закричал. Пусть муж ваш работает. А я, знаете, как заплакала и крикнула в ответ. Я не замужем, у меня нет мужа. Отдайте мои деньги. И стала плакать, рыдать, кричать, стучать. И, в общем, требовала. Потом он подошёл ко мне и, знаете, и поцеловал меня. И расстёгивает мне дублёнку. А я это не пойму. Плачу. Я подумала, что он меня от жалости целует. И мне ещё обиднее стало. У меня слёзы там градом. Потом он, смотрю, отбегает, закрыл дверь и возвращается. А я в это время дублёнку застегнула, пуговицы. Он снова мне её расстёгивает. И вот этот диалог, знаете, продолжался, застёгивал, расстёгивал. Потом я его оттолкнула. Я говорю, что вы хотите от меня? Дайте мне мои деньги. Ну и он тут, видимо, как-то в чувство пришёл. Или понял, что это... Пошёл, открыл эти... Идите отсюда, завтра приходите. Вот так вот сказал. Я вышла, женщина говорит, ну что? Я говорю, ну вот нету денег, всё. И подошла к зеркалу, у меня лицо зарёвано, я вся трясусь от злости. И слышу, женщина, дайте мои деньги, кричит, отдайте мою зарплату. У меня дети, у меня маленькие дети, верните мне. И у меня и муж здесь работает, и я работаю. Куда вы мои деньги дели? И вот я поняла, что что-то они с нашими деньгами крутят. Я шла по дороге, плакала, плакала. В общем, домой пришла. Я даже не помню, как я домой пришла. Мороз, зима, я не помню, как пришла. И вот, дорогие друзья, вот так вот выбивали деньги. Они мне потом деньги прислали. Да, он сказал, приходите завтра. Мы пришли на следующий день с дочкой. И он так посмотрел, говорит, вам привезут деньги. Ну, через месяц часть привезли, небольшую, скромную. Ну, они выручили тоже, вот. А там и пенсию дали. А тут я и устроилась. И мне дали хорошую зарплату. Я 12 тысяч, у меня там было 4 тысячи зарплата, а тут 12. И ещё мне премию дали за то, что я организовала производство. За то, что офис организовала, работу кассира. Ну, всех, в общем, кто там должен быть. И я стала олигархом на данный момент. Субтитры создавал DimaTorzok